Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу сделать расклад, который меня попросила сделать Роза Степанова, если я не ошибаюсь. Суть комментариев под одним из моих видео заключался в том, что она попросила посмотреть, созвучны ли ее энергии, ну в данном случае энергии зрителей с преобладающими энергиями на земле. Вот, такой достаточно странный расклад, но я люблю же странности, и вы вместе со мной, поэтому давайте сделаем, попробуем сделать такой короткий расклад. Позиции вы видите перед собой, голубенькие камеши, красные, зеленые, кто выбирает камни, кто выбирает позиции первая, вторая и третья, кто выбирает колоды, опять-таки видите. Вот, у вас она будет, значит, в зеркальном отражении, как обычно, поэтому не суть, выбирайте, определяйтесь, а мы сразу приступаем. Так, голубенький камешек, колода Таро Шамана, и мы с вами сначала посмотрим, какие по первой позиции энергия у земли, в вашем случае, и посмотрим, какие у вас, да, а потом, наверное, посмотрим, насколько созвучны, как-то так, наверное, попробуем, не знаю, ну вот, как пойдет. Значит, сначала мы посмотрим энергии земли, так, а потом мы посмотрим, здесь у нас будет ваши, а потом мы посмотрим, насколько они созвучны между собой, и если надо будет, мы, ну, я вытащу как-то дополнительные карты, как-то так, наверное, вот, здесь голубенький камешек видно. Итак, какие сейчас в вашем случае, те, кто загадал позицию, здесь нету сигнификатора сказать, что вот прям просигнифицировать вас, скорее всего, по энергиям вы поймете. Давайте посмотрим энергии земли в вашем случае, какие сейчас на данном этапе. Ну, смотрите, восьмерка костей в традиции, в классике, это восьмерка жезлов, какие энергии? Энергии, знаете, я бы сказала, скоростного развития, причем здесь вот и на карте прямо нарисован человек, да, ну, я это как воспринимаю, которого, знаете, вот как-то сердечная чакра, она как-то тянет, потому что здесь свет идет, да, и вот человек, находящий в полном доверии, поднимается наверх. Поэтому в вашем случае здесь энергии земли, они, я бы сказала, такие высоковибрационные, помогающие именно развитию, причем не просто развитию, а достаточно быстрому, скоростному развитию, но при этом постоянному. Плюс ко всему здесь мы видим, как инопланетян, да, которые наблюдают, ну, прямо карта, хочется сказать, в унисон нашему запросу. Какие энергии земли сейчас? Энергия быстрого развития, быстрого, высоковибрационные, и при этом есть вот какая-то помощь. Еще какие энергии земли сейчас? Энергии такие, знаете, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского, да, здесь вот прям энергии направлены на развитие, но развитие такое, знаете, когда вот все должно как-то вот кипеть, все должно находиться в бесконечном каком-то движении, но это не должны быть энергии спонтанной, а они какие-то, знаете, такие продуманные, целенаправленные, помогающие, я бы сказала, способствующие именно, вот если находиться с ними в унисон, пробуждению. Вот здесь вот прям в этой позиции именно энергия пробуждения, потому что змея у меня все-таки ассоциируется в данном случае с энергией кундалини, да, энергии способствующие. Вот здесь как-то, знаете, либо доверяешь, вот энергии земли такие, если им доверишься, здесь вот и про доверие, да, здесь в этой карте у нас тоже говорилось про доверие, вот если доверишься, да, то они выведут эти энергии тебя на абсолютно другой уровень, новый, на котором ты будешь себя ощущать вот как маленький ребенок, да, который ничего не знает, ничего не умеет, и вот здесь нужно просто довериться, и нужно как-то не думать, а вот быстро, быстро принимать решение. Оно будет рискованное, потому что мы не знаем, какой результат получим, да, и что это будет, то есть это нельзя сказать, что вот здесь вот прям в благость будет, да, либо наоборот как-то в негатив. В этом-то и заключается-то риск, но однозначно это в контексте развития жизни, я бы так сказала, это вот прям необходимый какой-то прыжок доверия. Вот если бы сейчас еще и шут выпал, я бы сказала, да, знаете, прыжок доверия, да, какой-то шаг доверия. Ну, вместо шута у нас выпал аркан повешенного, да? Энергии земли такие, знаете, когда все, что уже не нужно, все, что отжило, оно должно умереть, да, то есть здесь надо лишиться... Ой, точно будет здорово, благодарю. Здесь нужно лишиться того, что уже не работает, причем, смотрите, во всех этих трех картах преобладает красный цвет, да, марсианский, такой, знаете, быстрый, скоростной, не терпящий какого-то подвешенного состояния. Здесь надо принимать решения, знаете, такие рисковые, но с другой стороны нужно проявить какую-то храбрость. Энергия огня здесь однозначная, энергия огненная. Высоковибрационные и скоростные. Хорошо, а у вас какие энергии? Ну, и у вас, прям, смотрите, это король жезлов в традиции, да, король костей. Как раз-таки в унисон, ну, мы еще посмотрим, но здесь сразу мне говорится о том, что идет в унисон, потому что здесь очень много огня присутствует, а здесь как будто бы король это король жезлов, то есть это тот человек, вождь племени, да, который оседлал крокодила. Крокодил здесь ассоциируется как животные инстинкты, да, человек, который умеет управлять своими животными инстинктами. Вообще король жезлов, он, жезлы, огненная стихия, она самая первая, она самая пробеженная, да, к духовности, да, к нашему творцу, плюс ко всему ассоциация огня, это всегда про жизнь. И вот здесь вот как раз-таки этот вождь тот, который умеет управлять своими инстинктами. И в данном случае, здесь мы тоже видим, да, как змея, с одной стороны это как опасность, да, и с другой стороны это вот про мудрость. То есть ваши энергии, они как раз-таки тоже на данном этапе направлены на развитие, они направлены на такое, знаете, на высокие энергии. Причем здесь вождь племени, да, вождь костей, то есть из фигурных мастей, это одна, ну, все короли у нас высокие, да, по рангу приходят, потом у нас только идет император. Так вот здесь как раз-таки я могу сказать, что ваши энергии, они достаточно высокие. Сказала, потом идет император, вот вам и император, пожалуйста, да, вождь, вот вам и император. Энергии ваши какие? Энергии ваши мужские, и они активны, они такие, знаете, человека, который принимает решение, готов принять решение, человек, у которого лидерские какие-то качества. Здесь ваши энергии могут быть действительно первопроходцев, да, то есть людей, которые рискуют, людей, которые являются по своей натуре вождями, лидерами, которые могут вести за собой, хозяинами, которые могут управлять, да, могут управлять и своими инстинктами. Здесь, безусловно, человек, который может справляться со своими страхами, да, то есть крокодил, помимо инстинктов у нас здесь и наши страхи, то есть человек, который может совладать, по крайней мере, может осознать. Здесь такие достаточно серьезные энергии, мужские, не женские. Здесь не женский подход, здесь мужской подход. Подход духа, я бы сказала, да, не души, а именно духа. То, что пронизывает абсолютно все в нашем материальном плане. Хорошо, насколько созвучны ваши энергии с энергиями Земли? Ну, мы уже видим, но все равно, насколько созвучны. Вот, смотрите, это 20-й аркан, сюда. Я бы сказала созвучны. Почему? Потому что суд у нас всегда говорит о завершении. О завершении большого цикла, большого этапа. Поэтому сейчас, мне кажется, вы находитесь... Какое-то, знаете, вот... Почему-то мне слово идет в резонансе. В резонансе. Вот вы как-то находитесь в резонансе. В созвучии. При условии того, что у нас и здесь Луна вышла, да, и здесь семерка костей, тоже как карта. Смотрите, здесь какой смысл у этой карты. Когда человек борется с... Как его называется? Ну, с этой страшилкой. Причем эта страшилка у нас здесь есть на фотографии. И здесь, по-моему, ну, если я не ошибаюсь, как телевизор, либо еще тоже фотография. То есть, по сути, смысл аркана заключается в том, что человек сам себе напридумал, сам себе накрутил, причем накрутил таких огромных размеров, да, что кто-то что-то на него нападает, и он вынужден, этот шаман, сражаться с чудовищами, которых сам же и напридумал, да. И, то есть, здесь страхи, и здесь Луна у нас тоже идет как ассоциация чего-то такого мутного, и в том числе и страхов. То есть, если убрать, я бы так сказала, если убрать те страхи, которые у вас есть, либо те сомнения, та неуверенность, да, и еще, как подсказка, добавить состояние души, потому что духа у вас очень много, огня у вас очень много, а воды нет. То есть, вот душу, если добавить еще, да, вот как Луна у нас дает отсылка, то ваши энергии были бы вообще идеальны, идеально созвучны. Это семерка бубнов, говорится, девушка здесь исполняет танец семи миров, да, то есть, пока что-то происходит, и ты никак не можешь повлиять на энергии, на ситуацию, то тебе нужно заняться танцем. Причем, смотрите, танец, это всегда ассоциация с женскими энергиями, да, с красотой. Поэтому, знаете, как еще можно было бы трактовать, что для того, чтобы включить вашу душу, да, находиться вам нужно в ритме с землей, да, то есть, танцуйте с землей в ритмах, и как рекомендация, побольше ходите босиком по земле. То есть, вам здесь нужно наладить контакт с землей. Может быть, действительно нужны кому-то юбки, да, либо вот что-то такое женское, да, потому что здесь все-таки присутствует, и вот вода, да, то есть, море, море в соединении с землей. Поэтому духа очень много, материи много, а вот души немножко не хватает. И вот если вы добавите себе немножечко душу, то здесь, мне кажется, вот сейчас я еще вытащу карту, то здесь будет как раз-таки в унисон, да, вот опять-таки карта, говорящая, четверка луков. Она говорит о страхах, видите, человек в бреде высокой температуры, да, лежит и, ну, то есть, огня, огня много, видите, температура – это тоже огонь. Вот здесь вот очень много, очень много таких мужских энергий. Вот, и в этом бреду он видит как раз-таки духов. Причем, смотрите, лошадь, лошадь – это у нас всегда ассоциация тоже с работой и тоже имеет отношение к земле. Потому что, ну, педагливая мастер, поэтому я говорю лошадь – ассоциация, да, с землей, с мастерю педагливой. Не хватает воды, не хватает чувственности, не хватает души. Поэтому добавьте немножечко сейчас для себя энергии женские, мягкие. Такие, знаете, вот надо в ритме идти, не торопиться, не бежать, больше прислушиваться к себе. Если присутствует все-таки энергия земли, энергия материи, да, тела, то прислушивайтесь больше к своему телу, что оно хочет. Разговаривайте с пространством. Вот здесь еще такое тоже может быть. Общайтесь с пространством, разговаривайте с ним, как будто бы оно живое, да, то есть где-то, может быть, заигрывать, где-то считывать здесь какие-то знаки, но это опять был бы дух, а нам надо больше женского такого. Вибрации, здесь вибрации должны быть женские, мягкие. Может быть, вам петь надо, ну, может быть, больше разговаривать. Здесь как будто бы вот заигрывать. Представьте, что пространство вокруг вас, оно является неким таким мужчиной. И вот как бы вы с ним взаимодействовали, как бы вы выстраивали свою жизнь, исходя из того, что вот все, что вас окружает, оно является мужской энергией. Вот как бы вы вели себя как женщина тогда. Вот здесь про это. Что, что, вот подсказку, подсказку. Да, вот видите, как раз-таки двойка бубанов тоже нам подтверждает о том, что человек сидит в медитативном состоянии, он погружен внутрь себя. То, что я говорила, слушайте свое тело. Здесь у нас, значит, магнитофон. Вот, окно закрыто, да, с внешним миром нету какой-то вот коммуникации. Человек видит вот эту вот красоту своего внутреннего мира. Он слушает себя. Вам больше души, души необходимо. Больше женских каких-то качеств. Вот такой был расклад. Не знаю, как получился, так получилось. Потому что, если честно, я даже, опять-таки, не знала, как сделать интуитивно. Хорошо, вторая позиция. Давайте посмотрим, что у нас тут получится. Значит, сначала мы посмотрим энергии Земли в вашем случае. Ваши энергии и насколько они резонируют. Так, энергия Земли. Ой, смотрите, восьмерка жезлов. Такая, та же самая карта у нас выпала и по первой позиции. Так интересно, только смотрите, в этой колоде. Сейчас я вам ее покажу. Выглядит потрясающе. Вот так. Вот так она выглядит. Вот. Так. У нас второй камешек. Вот так. Тоже про развитие. Смотрите, прям в унисон, да, энергия Земли. Энергия Земли вот такие и есть, да. То есть развитие очень такие скоростные энергии коммуникации, да. То есть Земля, она сейчас такая достаточно разговорчивая, да, я бы сказала. Она такая достаточно общительная. Она готова подбрасывать вам знаки, если они вам необходимы. Она находится такая, знаете, вот в открытом состоянии и набирает очень быстро обороты, да. Здесь вот скоростная какая-то у меня пошла энергия. Хотя в первой позиции тоже была, но вот здесь какая-то другая больше энергия идет. Некой такой суеты. С чем связана вот эта вот суета? С тем, что, ну смотрите, двойственность, да. Сейчас очень ярко стала проявлена двойственность. Потому что здесь двойка пентаклей, и здесь у нас двойка кубков. То есть дуальность мира, она сейчас очень ярко выражена, да. Все как будто бы окрашено крайностями, да. То есть нету вот этого вот баланса. И как будто бы Земля, она стремится сейчас все сбалансировать. Что по двойке пентаклей, да, вот этот знак бесконечности, прийти к балансу. Что по двойке кубков прийти именно к балансу между тем, что отдаю и получаю. И это происходит намного быстрее. Такое ощущение, что здесь вот если бумеранги приходят вам, да, то, что мы называем кармой, следствие наших причин, наших поступков. Происходит все очень быстро, очень моментально. Здесь вот время, оно не время, а восприятие. Потому что время не существует. Это субъективное понятие каждого из нас. Субъективное ваше восприятие мира на данный момент и Земли. Что энергии, они стали более скоростными, более быстрыми. То есть все развивается, все происходит достаточно быстро. Вот это вот новое, то, что приходит, да, надо как-то вот быстрее адаптироваться, быстрее принимать решения для того, чтобы двигаться в новое. То есть энергия Земли, она не ждет. Вот здесь такое, знаете, ощущение, как будто бы мне картинку показывает, как планета Земля, она вырвалась в космос, да, такое ощущение, что вот из каких-то своих оков. И она куда-то быстро-быстро движется по своей какой-то траектории. Вот здесь что-то такое. Хорошо, ваши энергии. Ваши энергии императора. А ваши энергии, наоборот, они стабильные, да, ваши энергии, они такие постоянные. Есть некое ограничение. Да, с одной стороны, император, он должен быть милосердным, да, то есть эмпатия ему не чужда, но он ее сдерживает. У меня такое ощущение, что вот вы как будто бы себя сдерживаете в проявлении своих эмоций. Ваша энергия, она такая, знаете, как-то вот ограничена. О чем здесь? О чем здесь? Вот смотрите, еще одна четверка выпала, да, четверка кубков. То есть вот какая-то закостенелость. Мне идет закостенелость, я не могу понять, с чем связана эта закостенелость. Рыцарпедакли. Ну, во-первых, с работой куда-то вот вы, во что-то вы вкладываете свою энергию. Причем, знаете, вот вы ее, здесь как будто бы идет подпитка. Что-то, либо кого-то, либо что-то, какую-то ситуацию, может быть, человека. Вот вы периодически подпитываете, подпитываете. И вот отдаете туда как будто бы свою энергию. Либо здесь вы хотите как-то, знаете, заземлиться очень. И поэтому вот вы свою эмоциональность, здесь, знаете, образ девушки, у которой цепи на ногах. Вот ей хочется летать, а она как будто бы, это вот как изображение некой девушки души, такой прозрачной. И она привязана, она привязана к земле цепями. Она как будто бы вот не может улететь. Здесь что-то такое, вот вы, чувство такое, знаете, вот нехорошая ваша энергия. Вы почему-то, как донор, знаете, вот вы, вас посадили на цепи для того, чтобы вами кто-то питался. Вот у меня такое ощущение идет сейчас энергетическое. И вот вы уже как будто бы иссякли. Вы как будто бы иссякли. Вот уже нет, уже ничего не радует. Вы уже как-то вот соглашаетесь на все. Еще какая вот ваша энергия. Ну вот смотрите, да, опять восьмерка педакли. Здесь такое ощущение, что вы себе как будто бы поставили цель. Сейчас я по-другому поставлю карту, чтобы вам видно было. Вы как будто бы поставили себе цель, знаете, стать, то ли стать каким-то мастером, то ли зарабатывать, что вот вам как будто бы не свойственно. Вот очень много земли здесь. Над чем вы работаете? Что вы для себя там понапридумали? Вы хотите что-то завершить? Что именно вы хотите завершить? Ага, вот смотрите, вот вам и ответ, да, королева кубка. Что вы хотите завершить? Вы хотите, вот то, что я говорила по императору, да, первично, ограничение своих эмоций. Вот карта мне здесь и подтверждает. Вы хотите завершить со своей какой-то эмоциональностью, чувствительностью, эмпатичностью, да. То есть вы как будто бы смирились с какими-то внешними факторами, которые вам говорили, вот вам, ну, не надо, да, то есть, ну, либо вообще опыт вам показал, что быть чрезмерно эмоциональным, чрезмерно чувствительным, ранимым, это не очень хорошо. Вот, и вы как будто бы, смотрите, здесь я говорила, энергии дуальности не случайно. Вы в крайность впали. Ну, то есть были в одной крайности, когда вы были королевой кубка, вот прям такой, знаете, жертвующей. Поэтому здесь и кандалы на вас одели, да, потому что вы опять-таки стали жертвой, вы опять-таки стали источником подпитки, вот вами как будто подпитываются. И вы решили для себя, что нет, так я не хочу, я пойду в другую крайность, да, я буду вот такой вот земной, как-то вот заземлять себя буду. И заземлили себя чересчур. То есть вам здесь, чтобы быть сразу, да, уже подсказка, в унисон с энергиями земли, вам нужно найти этот баланс, что здесь, что здесь. А этого баланса нет, у нас четверка, здесь четверка, здесь у нас стабильность, у нас нет какой-то вот этой вот гибкости, вы ее сами себя лишаете. Потому что как-то вот у вас есть убеждения по поводу вашей вот этой вот чувствительности, ранимости, эмпатичности, пониманию, снисходительности. Вот эти вот все женские, благостные вот эти вот энергии, да, вы от них как будто бы отказываетесь, да. Ну, я могу предположить сразу, так чисто интуитивно, о том, что, ну, опыт вас как будто бы изменил, да. Когда мы говорим, все, закрываю свое сердце, больше я не хочу ничего чувствовать. Но не получается, это ваша природа, вы не можете себя сломать. Даже если сломаете смысл жизни, тогда вы будете не сами собой. То есть здесь вот энергия, ну, может быть, опять-таки еще расскажу, этап какой-то. Будем склоняться к тому, что это вот все-таки у вас этап сейчас. Да, то есть энергия нам говорят о том, что необходим вот этот вот, когда карт поставить, я просто хочу еще один ряд выложить сейчас. Энергия баланса, да, и гармонии вот сейчас нужно прийти к ним. Вот, а вы сейчас пошли, у вас идет перекос, да. Но смотрите, плюс в чем в данной ситуации, да, что ваша природа, она кубковая, вы уходите в пендакли, да, в материю, что, в принципе, это созвучная энергия, да, она гармоничная кубка в воде. Земля гармоничная энергия, то есть вы не уходите прям в то, что вам совсем не чуждо. Земля тоже вам присуща, и она вам благоволит. Здесь вот как раз-таки вам нужно, смотрите, как интересно. Вот пендакли, да, и здесь у нас пендакли. Вот у нас кубки, и здесь вы у нас выпадаете королева кубковая. То есть, в принципе, можно сбалансировать, сгармонизировать. И у меня такое ощущение, что вы сейчас проходите урок крайностей. Для чего? Для того, чтобы следующим вашим этапом будет как раз-таки то, чтобы сбалансировать эти две стихии, эти две энергии внутри вас. То есть сначала мы уходим в одну крайность, потом для выравнивания нас перебрасывает на такое же расстояние от своего пути. Вот если вы отклонились, например, на 30 градусов, чтобы выровнять, вам нужно в другую сторону отклониться ровно на 30. И каждый раз, уменьшая вот этот вот размах, вот этот вот маятник, вы придете к своему балансу, к своей гармонии. Но сейчас вот вы были отклонены в одну сторону совсем, в крайность кубковую, и настолько же вас и для баланса выбросило в пендакливость. И вот вы постепенно-постепенно должны будете сейчас как-то корректировать, чтобы находиться в балансе. Насколько созвучны ваши энергии? Ну, аркан мира, вот посмотрите, насколько созвучны. Созвучны, с одной стороны, мир — это единение, это единение как раз-таки духовного и материального. Это тот момент, когда вот так, если вы посмотрите, это третий глаз. Это третий глаз, это тогда, когда мы материальное, что есть дух, соединяем с духовным, что есть душа, да, внутри нас. Это когда правое и левое полушария у нас соединяются, и у нас как раз-таки на стыке этих двух полушарий при соединении открывается третий глаз. Единение, единение всего со всем. То есть, насколько вы находитесь. Я вам могу сказать, что вот этот вот урок, который вы проходите, да, как и ни странно, может показаться первично, что хоть вы и отклоняетесь, но он вам необходим для того, чтобы вы пришли как раз-таки к этому единению. То есть, по сути, то, что я вам и сказала ранее. Насколько вы находитесь в унисон? Отшельник и шестерка кубков. Опять-таки, смотрите, да, отшельник, если говорить, ну вот как человека, который закрывается, да, в себя, в себе, да, вот как гора, как глыба, да, то как земля, то есть тоже, в принципе, можно. Вот, а здесь у нас опять-таки кубки. Насколько созвучно? Вот, если вы погрузитесь внутрь себя и проанализируете свое прошлое, и поймете, и примете, потому что шестерка кубков – это детская карта, это карта радости, это карта доверия, чистоты, невинности. И если вот вы найдете вот эту вот, опять-таки, невинность в себе, но уже не с точки зрения, чтобы выбрать, снова быть королевой кубков, а через осознанность, да, по отшельнику, углубиться внутрь себя, увидеть свой путь, да, вот так скажу, духовный, увидеть вот эту вот звезду, как состояние души внутри себя, что нужно, да, что ваша душа, она получает опыт в материальном как раз-таки плане, и вот вам надо это сбалансировать. И, а как вы сбалансируете то, что вы не знаете? Вы, душа, это ваша природа, вам это известно, а материальный план, он вам неизвестен, это для вас новое. И вот чтобы сбалансировать вот эти две энергии, вам надо сначала познать противоположность, да, то есть материю. И вот когда вы ее познаете, что, в принципе, вы и делаете сейчас, вы сможете прийти вот именно к этому единению, да, то есть вы сможете одухотворить свою материю. Я бы сказала, что вы находитесь в пути, насколько созвучны. Здесь нельзя сейчас сказать, насколько созвучны это или нет, потому что я бы сказала, что вы находитесь вот сейчас на пути, путь именно балансирования, да, путь, что здесь, что здесь, здесь бесконечность, а здесь именно две энергии отдачи, то есть мы видим дельфина, который спускается, и дельфин, который поднимается, две энергии отдающие и принимающие. Вот здесь вот вам нужно как раз-таки наладить баланс, но чтобы наладить, надо сначала понять, то есть понять, что такое много отдавать, это ваша природа, вы и так знаете. Что такое принимать, это тоже, в принципе, вам знакомо, только вам нужно теперь это делать более гармонично, и поэтому вы придете к этому миру после того, как вы вот найдете ответ на свой вопрос, как можно соединить ум в некоторой степени, только мудрость, я бы сказала здесь, да, с мудростью принимать и использовать вот этот вот свой кубковый дар. Вот такой ответ у меня будет для двоечек. Так, сейчас берем вторую позицию. И мы ее, знаете, чем перекроем, вот арканом мира. Так, это у нас была с вами вторая позиция. Будет смешно, если у нас и в третьей позиции первая карта выпадет восьмерка жезлов, да, как и в предыдущей. Так, позиция номер три, зелененький камешек, колода эпическая Таро. Значит, сначала мы посмотрим энергию земли, вашу энергию, и насколько эти энергии сбалансированы. Итак, энергия земли, троечки, сила, аркан силы, энергия земли в вашем случае, это энергия служения. Причем очень мудрого служения. Смотрите, в этом аркане, в чем заключается служба этого человека? В том, чтобы, используя слово, именно слово, не оскорбляя личность другого человека, а высвечивать его темные аспекты, да, некие такие пороки. То есть мы видим здесь, не знаю, насколько вам видно, я подниму карту, отражение в зеркале, да, видите, некое такое чудовище. О чем здесь идет речь? О том, что задача этого человека стать зеркалом. Зеркалом для других. То есть в вашем случае энергии земли, они показывают как раз таки, ну, является для вас неким таким зеркалом. Они отражают ту энергию людей, которыми они наполнены. И задача не исцелить, а задача научиться отражать. В этом и есть служение земли, да, то есть она служит людям тем, что она показывает то, чем люди наполнены. Для чего? Для того, чтобы они дальше самостоятельно, увидев вот эту вот свою животную природу, да, вот это вот свои животные инстинкты, которые нами управляют, изменились, чтобы они захотели стать людьми разумными. Не человека, не животноподобными, а именно заслужить статус человека. Человек это статус, это проразумность. А до этого мы являемся все-таки больше животными, да, исходя из наших инстинктов. Вот задача земли, как раз таки энергии земли, вибрации в данном случае, да, стать вот этим вот шаманом, который отражает людям, он не оскорбляет, не обижает, не обучает, ничего не делает. Он просто показывает нашу настоящую природу. Что еще здесь за энергии? Колесо, колесо фортуны. Что еще показывает земля, энергия земли? Какие? По этому колесу, здесь у нас опять-таки тоже зеркало, не случайно. Смотри, зеркало здесь, зеркало здесь, и мы видим, что человек в зеркальном отражении, отдаляясь, и другой, да, там же зеркало, он также отдаляется. Здесь мы видим круг, и вот змея, если я не ошибаюсь, то здесь змея изображена как символ мудрости, да, и познания. Суть этой карты заключается в том, что до тех пор, пока у человека не будет какой-то конкретной цели, мы так и будем блуждать, то есть отдаляться от своего единения, от своего, от своей какой-то цели, для чего ваша конкретно, ваша душа, не человечество, в общем, а ваша душа конкретная, можно вас смотрим, пришла в этот мир. Здесь иначе вас, когда человек бессмысленно, да, бесцельно, не используя время, не используя свое земное воплощение, да, он будет как, знаете, как этот блудный человек, блудный, он от слова буждаю, да, то есть бессмысленно хожу, блудный. Так вот, здесь энергия земли, сразу почему-то акцент делается на зеркало, каждый из вас может самостоятельно в силу своих ассоциаций, с чем у вас ассоциируется зеркало, да, тоже над этим подумать, причем зеркало души, да, то, что вот отражает. Вот, но здесь энергии земли находятся как раз-таки вот в такие, знаете, я бы сказала обучающим процессе, что сюда в данный момент те, кто выбрали третью позицию, приходят те души, которые должны проработать именно вот эти вот свои инстинкты, животные инстинкты, да, то есть здесь урок, чисто индивидуальный урок, познание, заглянуть вглубь себя, свою душу, увидеть там свои пороки и сменить их на благодетели, поэтому энергия сейчас в вашем случае именно для вас, почему я это подчеркиваю, потому что в других позициях там другие цели, другие задачи, другие энергии, другие вибрации, а ваши как раз-таки найти здесь такой, знаете, достаточно глубокий, я бы сказала, смысл, цель, цель моей жизни, для чего, не в плане действий, да, профессии, чем я должен заниматься, там, помогать людям еще что-то, а более глубже в вашем случае, конкретно для вашей души, да, какие качества вам нужно проработать внутри себя, какие качества вам нужно осознать, вот именно пороки, вот эти вот, почему говорю про пороки, потому что здесь все-таки животное изображено, где же не изображен человек, вам их нужно подсветить, и вам жизнь дана для того, чтобы повысить ваши вибрации через добродетели, через изменения, через высвечивание вот этих своих теней, принятие их и изменить на более благостные, на более высокие энергии, то есть я бы сказала, что здесь в вашем случае энергия земли на данном, на данном этапе, они направлены больше на оттачивание ваших каких-то качеств, опять-таки, как человека, как личность, так, это энергии земли, ваши энергии, какие сейчас, так, это, это у нас грифон пендакли, да, у нас, причем, в традиции это рыцари пендакли, почему я улыбаюсь, потому что всегда троечки, не важно какую колоду я возьму, всегда пендакли, здесь у нас сфера, вот, в традиции, в классике, это пендакливая мазь, вот, здесь у нас как раз-таки вышел, не знаю, грифон это по-русски или по-гречески, но не суть, вот это вот мифическое существо, да, пендакливое, то есть, опять-таки, пендакли, опять-таки, земля, опять-таки, заработок, но я бы сказала, такие, знаете, очень медленные изменения, да, вот, ваша энергия, они медленные, в принципе, пока они не идут в разрез с энергиями земли, почему, потому что здесь перемены, они идут в своем удобном, комфортном ритме, когда человек делает один шаг за раз на пути, вот, к достижению того, чего вы хотите, еще какие энергии, вот опять, видите, сфера, семерка сфер, опять пендакли, ладно, о чем говорит эта карта, да, эта карта говорит о вашем мастерстве, а именно ждать, здесь медленная карта, это очень медленная карта, здесь мы видим пару, она беременная, да, и вот сидит мудрец, так скажем, да, и что-то медленно прорисовывает, либо просматривает, возможно, будущее, будущее ребенка, которого должна родить женщина, да, причем, почему-то не идет семимесячный, да, ну, может быть, потому что цифра семь, беременность, то есть, надо ждать, да, мы проделали работу, и теперь мы ждем, когда, как говорится, мы разродимся, то есть, здесь вы вкладывались, а здесь вы ждете, когда разродиться, что, во что вы вкладывались, что, с чем связаны ваши энергии, ну, опять вот, пятерка педаклей, не специально, не специально вытаскиваю, честная пионерская, сейчас я вот так поставлю, вам видно будет, опять-таки, педаклей, да, педаклей, что вы вкладываете, вкладываете, как раз-таки, пятерка педаклей, в классике, да, карта бездуховности, вот, а у нас, как раз-таки, задача-то и состоит, именно узнать, вот это вот, свои пороки, да, проработать, и вы эти пороки, каким образом прорабатываете, через какие-то кризисные моменты, и здесь вот вопрос жадности у нас выходит, да, я не имею ввиду жадность финансовую, я имею ввиду отсутствие богатства, изобилия внутри, как состояние души, почему я так говорю, потому что мы видим здесь два человека, мужчину и женщину, у женщины есть своя свеча, она ее здесь держит, но при этом она пришла погреться, к общей свечи разделить с мужчиной, и почему, потому что ей кажется, что вот ее свечи, это знаете, как это всегда говорят, у соседа всегда вкуснее обед, да, либо у другого человека всегда что-то лучше, да, либо там где-то далеко всегда лучше, чем у нас дома, да, либо чужая машина, она всегда лучше, чем своя, вот что-то такое, всегда чужое, оно почему-то, вот какое-то такое понятие лучше, почему, потому что я не верю в себя, вот эта вот бездуховность здесь, она как раз таки говорит, я не вижу свое богатство, я не вижу то, чем я наполнен, А почему? Потому что у нас здесь Какие энергии говорят? Животные, да, животные, жадность Вот это вот, алчность Как порог, оно присутствует Причем алчность Не в плане, еще раз скажу, финансово В плане того, что я не верю в себя Вот этот вот кризис Здесь по пятерке пендакли Я не верю в себя, потому что я не знаю себя Я не знаю, кто я Я не вижу вот этот свет внутри себя Я поэтому тянусь к другому, к чужому свету да может быть к чужому мастерству может быть еще себе наставников потому что я как-то не верю что я сам могу справиться а это исключительно ваш рук это исключительно вашей энергии поэтому сказать сразу могу сказать что ваши энергии они сейчас созвучны потому что здесь великие арканы выпадают что колесо фортуны что аркан силы говорящий вам о том что это ваш путь на протяжении всего вашего воплощения до земного нынешнего сейчас вот этого и вы должны найти вот именно в этом пути в своем до смысл что все что с вами происходит происходит для того чтобы повышать ваши вибрации через осознание вот этой своей животной природой превращать ее в природу человеческую в разумную в осознанную и вот вы начинаете этот путь и вы медленно-медленно идете что-то от прорабатываете во что-то вкладываете ждете каких-то результатов кто-то допустим начинает работать со своими тенями в 10 вот если я не ошибаюсь да здесь как маска некая такая да как тень первично здесь надо снять вот эти да потому что все-таки от стороны девушки идет вот шлем да вот это вот вся как это военное обмундирование да как защита но при этом она держит вот эту птицу не знает то ли павлин то ли жар птица в общем что-то такое мифическое красивое что приносит счастье вот это вот ощущение да что да я это у вас уже есть вот в чем смысл но из-за того что вот вы одеваете вот в это военное обмундирование да то есть я закрываюсь я закрыт вот это связано как раз таки с непониманием себя с непониманием в плане я не знаю себя настоящего я не знаю что у меня уже есть то к чему я сам иду на вот это вот ощущение мне не хватает того что я имею потому что я не знаю что именно я имею здесь вот проект давайте я еще уточню вот эту вот эту пятерку педакли на и вот здесь вот выпадает великий аркан смерти да почему почему я не знаю потому что здесь вот ваша задача как раз таки опять таки если с духовной точки зрения дата понимание смысла перерождения если кто верит если кто не верит то здесь этот аркан говорит о том что мы видим молодого парня а у него здесь глаза закрыты и его ведет вот это вот смерть вот это вот пантера здесь мы видим до умершие люди почему он закрывает глаза потому что он боится посмотреть правде глаза что вокруг него есть вот это вот война есть вот эта кровь есть вот эта смерть то есть смысл заключается в том что ты можешь сто раз закрывать свои глаза до отказываться одевать розовые очки но все что должно завершится она завершится хочешь ты этого или нет и вот здесь вот это вот завершение она идет в плане нашего осознания на сменные парадигмы именно на уровне мышления и вот здесь то что я говорила о том что вы не знаете себя говорит вот как будто бы вот про этого парня до который закрывает глаза и я не вижу до богатства у меня его нету я слепой я не вижу поэтому меня его нет вы как будто бы отказываетесь отказываетесь именно повзрослеть именно увидеть в своем сознании это вторая карта после повешенного карта инициации инициации когда мы меняем свое сознание когда мы должны умереть превратиться то есть листья должны опасть превратиться в удобрение для земли до в некое такое топливо для того чтобы что-то новое проросло то есть это алхимический как раз таки процесс как он называется на игру если я не ошибаюсь да когда идет именно умирание во имя того чтобы все сгнило и что-то новое родилось но есть такой момент когда люди застревают вот в этом процессе да когда они продолжают гнить но не превращаются не отпускает нет вот это вот превращение во что-то новое то есть гниение продолжается смерть проходит а вот превращение не происходит потому что нету отпускание этого прошлого и вот ваша задача отпустить прошлое не держаться потому что это ваш путь и путь ни одного воплощения то То есть здесь вот такие вот глубокие моменты, вибрации. Хорошо, насколько созвучны ваши вибрации с вибрациями Земли? Ну, вы смотрите, выпадает аэрофант, и это ваш урок. Причем урок, то, что я, в принципе, и говорила. Смотрите, здесь есть две руки, как у Микеланджело. И вот задача этого шамана, этого мудреца заключается в том, чтобы напоминать людям на Земле, соединить вот этот коннект духовного и материального, напоминать людям, что помимо материи, в которой мы проживаем, а здесь смотрите, сколько много материи, у нас есть еще и духовное. И здесь надо соединить это все. И мы видим единорога Жезлов, да, единорога Жезлов. Вот единороги — это всегда самая чистая энергия, в данном случае энергия жизни. То есть вам нужно через мудрость, через осознанность понять, в чем заключается энергия жизни, что есть жизнь. Вот такой вот глубокий-глубокий урок, который выпал на вашу долю, и понять, что есть жизнь на самом деле, для чего вы воплощаетесь. Такие вот глубокие философские вопросы. Какие уроки вы должны пройти именно на земле. Ощущение того, что вот при жизни вы должны как будто бы, не то чтобы прийти к просветлению, но как будто бы вспомнить, да, что вы являетесь душа в теле. В чем здесь такие вот вибрации, очень огненные, огненно-хрустально. какие-то такие вот, знаете, прозрачно-высокие. Здесь такие стекло мне идет, знаете, вот как стекло, когда по рюмке хрустальной, именно хрустальной, не стеклянной, а хрустальной стучишь, вот у нее такой звук, как отдает, как эхо что ли, вот такие вот вибрации. Здесь про это. Вам нужно вспомнить вот эту вот душу единорога, вот эту вот чистоту, что вы не только материя, вы еще и душа. Я не говорю о том, что вы выбрали духовный путь и отказались от материального, ни в коем случае, а в том, что то, куда вы стремитесь, к духовному, вы это сможете пройти только тогда, когда вы поймете вот эту вот материю. Когда, то есть, по сути, вам земля отражает, ты придешь к человеку, ты придешь к этой духовности, тогда, когда ты увидишь своего зверя, не отказываясь от него по аркану смерти, а принимая его, познавая его вот здесь, вот оно, ваше богатство, вот это вот ваше животное природа. И вам вот все время будет вот это вот напоминание здесь по эрофанту. Вы всегда будете сталкиваться с духовным и материальным вместе. И из этого должно что-то чистое родиться, что чистое должно родиться. А, вот, вот, что чистое должно родиться. Аркан дьявола, осознанность. Здесь аркан дьявола, он очень многогранный, и в прямом положении, как правило, его трактуют всегда в перевернутом. Перевернутый аркан – это всегда про зависимость, это как раз-таки про животную природу. Но в прямом положении аркан дьявола – это все-таки Люцифер, это когда в классике он изображен, Бафомет, он наполовину животное, наполовину человек. Вот как раз-таки вот эта вот человеческая природа, она должна возвыситься над животным, взять вверх. Вот здесь вот про это смысл. То есть здесь мы видим даже такое существо, видите, он как будто бы напоминает нам Скорпиона, да, Скорпион опять-таки, как отсылка к смерти, то, что кусает и умирает, да. Опять-таки это тоже такой философский Скорпион, высоковибрационное такое существо. И знак Зодиака Скорпиона тоже, да, когда идет перерождение, перерождение именно в нашем сознании. И вот здесь вот тоже наполовину человек, наполовину вот здесь у него все-таки копыта, да, животное. Вот. И при этом есть крылья, но крылья черные. То есть вот здесь должно соединение, то есть вам нужно принять свою животную природу, принять вот эти вот ваши, как это сказать, пороки, да, давайте так скажу, для того, что после того, как вы их примете, только тогда вы сможете подняться высоко. Вы не сможете подняться без принятия. Вот здесь как раз-таки про осознанность идет речь. Вы придете к осознанности и к духовности только тогда, когда сможете соединить в человеческом теле, в материальном, вот эту вот духовность, не отказываясь ни от чего, в принятии, в гармонии. Здесь, знаете, здесь даже не соединение должно быть, а здесь перерождение. Как только вы примете вот эту вот свою темную сторону, как вы ее признаете, потому что крылья-то здесь черные, как только вы ее признаете, у вас в сознании произойдет какое-то изменение. Надеюсь, я понятно объяснила, но здесь всегда тройки показывают мне такие, не важно какую колоду я возьму, по третьей позиции всегда какие-то вот такие достаточно высоковибрационные какие-то энергии идут, философского такого значения. Вот такая у нас была и третья позиция. Не знаю, сколько вам понравился расклад или нет. Благодарю вас за внимание. До новой недели. Всем отличных выходных. Будьте счастливы, будьте здоровы. Мира и любви вам. Всем пока-пока.